Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Russian Percussion. С вами я, Владимир Шевченко, перкуссионист из Москвы. Прежде чем начать сегодняшний выпуск, я хочу от души поблагодарить всех, кто решил поддержать меня, подписался на канал. Спасибо, друзья! И искренне надеюсь, что армия моих подписчиков будет расти неизменно ежедневно. Спасибо еще раз всем. А начать сегодня я хотел бы с очень важной темой. Это тема выбора инструмента. Инструмент является другом музыканта, партнером, подопечным. И, в общем, все, что с этим связано, партнер. Одним словом. Я хочу поговорить о том, какой инструмент необходим или какого инструмента достаточно для того, чтобы начать заниматься. Давайте начнем, так скажем, с малого. Вот один из экземпляров. То есть, если ваш ребенок заинтересовался этой темой и захотел войти в волшебный мир перкуссии, или более того, если вы сам ребенок и хотите начать заниматься, для вас отлично подойдет мини-конги бюджетной серии чемпион фирмы Сонор. Сонор – это достаточно известная марка, выпускающая ударные инструменты. Данный сет, он состоит из двух мини-конгов, крепится на стойку, настраивается, держит строй, замечательно звучит, можно играть. Более того, очень красиво покрашен. Вот, имеет обода комфорт, изготовлен из бразильской гивии, это сорт дерева. В общем, хороший инструментик для начала. И совсем недорогой. Вот так вот выглядит логотип Сонор Чемпион. Если пойти дальше, в разговоре о мини-конгах, это, конечно, жемчужина моей коллекции. Это более дорогие мини-конги, более осознанные, более профессиональные, марки Latin Percussion. Эти мини-конги достаточно редкие. И они изготовлены были в 87-м году прошлого века, в 1987-м году. Ну, как видите, в прекрасном состоянии. Вот. Это, наверное, моя гордость. Вот. Далее хочу сказать несколько слов. Вот об этом экземпляре. Это также сет, произведенный фирмой Сонор. Вот. К сожалению, это архивная уже серия Сонор Кубану. Вот. Они их не производят уже, наверное, с десяток лет. Вот. Но инструмент доступен. Можно его приобрести по объявлению, там, из частных рук, в общем, или же на многочисленных интернет-площадках. Они все-таки время от времени встречаются. Вот. Это замечательный тоже инструмент. Как для любителей, для начинающих музыкантов, для профессионалов. То есть, имеет офигенное, теплое звучание. Прямо я, кроме этих конгов, я не слышал, чтобы так звучали другие конги. Изготовлен он из... Корпус изготовлен из фибергласса. Он пластиковый. Вот. Обод традиционный, так называемый, обод корона, как видите. Вот. Замечательный инструмент. Вот. Вот так где-то выглядит логотип Сонер Кубана, как видите. Вот. Далее, хочу сказать пару слов. Производители ударных и перкуссионных инструментов. Это фирма Мейнл. Мейнл. Вполне можно на них играть, заниматься. И даже сначала, и где-то можно какое-то время их использовать. Пока, как говорится, вы не перерастёте свой инструмент, и вам не захочется чего-то более интересного. Вот. Ну, хорошо. Дальше, следующий экземпляр, это уже где-то более высокого класса, в общем-то. Но, если смотреть по аранжиру, это будет где-то, наверное, середина. Середина. Вот. Средний ценовой сегмент. Я не могу сказать, что эти конги дешёвые. Они не дешёвые. Они стоят денег. Но при этом они не такие дорогие, что прям невозможно их приобрести. То есть, в другой момент, их нужно где-то найти и купить. Это конга от производителя американского Latin percussion серии Matador. Вот. Замечательный инструмент. Этот сет меня сам нашёл. Я его не искал. То есть, он сам и нашёл, прибился ко мне. В общем, сет из двух барабанов у меня. Вот. 2002 года выпуска. Я сейчас вас научу идентифицировать барабаны. Каждый мастер таким вот образом, прям фломастером, ставит дату выпуска барабана. В данном случае это 08-09 2002 года, если вам видно. Вот. Мне самое приятное, что с того времени, как эти барабаны были произведены, никто на них не играл. Я первый, кто наложил на них руки. Вот. И замечательно мы уживаемся. Замечательно я их использую. Это очень хороший инструмент. Это инструмент уже как бы заделан на будущее. Если вы хотите купить в начале своего пути такой инструмент, то он вам прослужит достаточно долго. Здесь деревянный корпус. Обода, так называемый, комфорт. Вот стальная фурнитура. Ручка для удобства переноски и перемещения. Замечательный, хороший инструмент. Я очень рад, что подзамок сегодняшнего выпуска хочу представить вам сет, который я считаю гордостью вообще своего арсенала. Это сет из четырёх барабанов, также американского производителя Latin Percussion. Это линейка Galaxy и подписная серия Giovanni Идальга. Это кубинский известнейший перкуссионист, который принимал участие в разработке конкретно вот этой модели для большего удобства и производительности. В общем, вот так. Барабан достаточно тяжёлый, так как изготовлен из дуба. Обода комфорт. Это скруглённые, то есть для комфортного, в общем-то, ощущения для рук. Вот. Золотая фурнитура. Удобная также ручка для переноски, перемещения инструмента. Вот такой имеет логотип Latin Percussion Galaxy Giovanni серия. Вот это, конечно, уже, так скажем, это статусный уже инструмент. Вот, можно, наверное, так сказать, в общем. И, конечно, в этой связи хотелось бы заострить ваше внимание на том, что не стоит, абсолютно не стоит в начале пути сразу бросаться в крайности, вот, приобретать себе какой-то там за космические деньги инструмент, то есть продавать для этого машину, там, или бабушкино колье, там, или что-то ещё дорогое. Нет, абсолютно не нужно. Я вам скажу из личного опыта, то, что для начала, для того, чтобы просто почувствовать то, что у вас есть руки, то, что они способны работать, и вы можете их развивать дальше, достаточно обычного, как это не смешно будет звучать, с круглой сидушкой деревянного табурета. Вот, вполне достаточно, то есть я через это сам проходил, более 20 лет назад, вот. Когда ты уже понимаешь, что ты можешь работать руками, в общем-то, и после этого, после этого можно уже переходить к звукоизвлечению. Это уже второй шаг, серьёзный, то есть, вот. А пока что, ну, вот так вот, и хочется просто вас уберечь от совершения ошибок. Не нужен, не нужен вам сразу крутой инструмент. Он не сделает вас крутым музыкантом, то есть крутым музыкантом вас сделают занятия, годы тренировок, то есть, когда вы станете мастером, вы сами решите, какой инструмент вам подходит, и приобретёте его. Вот. А пока спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Russian Percussion. Рассказывайте обо мне миру. Всего вам доброго, друзья. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok